Какой торт мужу на день рождения приготовить? Этим вопросом задаются многие хозяйки. Я предлагаю легкий рецепт приготовления вкусного торта, который может приготовить даже начинающая хозяйка. Долго не думала, какой торт мужу на день рождения приготовить. Решила не изменять традициям и приготовить любимый в нашей семье Наполеон, только украсить его решила непривычным способом. Крем для этого торта готовится заварной с добавлением сливочного масла. В итоге у меня получился не только вкусный, но и очень красивый и необычный торт мужу на день рождения. Долго думала, какой торт мужу на день рождения приготовить. Решила испечь классический Наполеон, но необычно его украсила. Долго думала, какой торт мужу на день рождения приготовить. Решила испечь классический Наполеон, но необычно его украсила. В ледяной воде растворяем водку и уксус, а также яйцо. Все размешиваем до однородного состояния. Делаем горку из муки и маргарина, а в середине – лунку. Выливаем нашу воду с яйцом, уксусом и водкой, после чего начинаем вымешивать тесто. Оно должно получиться эластичным. Делим готовое тесто на частей, ну а затем каждую часть еще пополам. Отправляем в холодильник. Затем достаем каждую часть, раскатываем, обрезаем. Форму выбирайте любую, и отправляем запекаться в разогретую до градусов духовку. Пока коржи выпекаются, из одной части раскатываем пласт и вырезаем сердечки, можно и любые другие фигуры. После выпекания коржи фигурные заготовки также выпекаем. Пока коржи выпекаются, из одной части раскатываем пласт и вырезаем сердечки, можно и любые другие фигуры. После выпекания коржи фигурные заготовки также выпекаем. Вот такие сердечки получаются в готовом виде. Теперь готовим крем. Для этого торта лучше всего подойдет заварной крем, который готовится на основе молока, яиц и сливочного масла. Ставим молоко на огонь и доводим до кипения. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, после чего постепенно вводим эту яичную смесь в кипящее молоко. Когда крем начнет загустевать, снимаем его с огня. Ставим молоко на огонь и доводим до кипения. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, после чего постепенно вводим эту яичную смесь в кипящее молоко. Когда крем начнет загустевать, снимаем его с огня. Крем должен быть однородной консистенции. Теперь обильно промазываем каждый корж. Не забывайте о боках. В конце придавите торт. Я для этого использую разнос. И отправьте его в холодильник минимум на 5 часов. По бокам торт мужу на день рождения украшаем сердечками и подаем к столу. Вот такой красивый он получается в разрезе.